Про Алпразолам. Будем говорить о важных и сложных вещах простым языком, чтобы было всем всё понятно. Я сегодня не буду говорить о всех назначениях и не буду рассказывать, не буду читать подробные инструкции про Алпразолам. Но мы сегодня с вами будем говорить о некоторых особенностях применения и то, что важно знать про этот непростой препарат. Если вам его назначил врач, это видео не для того, чтобы вы перестали его принимать. Это не для того, что то, что вы увидите или услышите, чтобы вы сами без врача начали снижать или повышать дозировку. Только врач имеет право это сделать. Многие пациенты считают Алпразолам очень простым дешёвым снотворным средством. И очень обижаются на нас, фармацевтов, когда мы требуем у них рецепт. Для этих людей это видео в первую очередь. Врач назначает препарат Алпразолам чаще всего для лечения тревожности, для панических атак. Только врач может приписать вам этот препарат. Вот у меня в руках Алпразолам. Он есть у нас румынского производителя и ещё как фронтин болгарского производителя. Это один и тот же препарат с одним действующим веществом. Дозировки у него от 0,25 до 1 мг. Значит, этот препарат, даже если назначается врачом и идёт по рецепту, этот препарат всё равно вызывает зависимость. Даже если вам его назначил врач. Вообще, он должен даже приниматься под врачебным наблюдением в стационарах, на дому. Просто так он приниматься бы не должен. Но вот это, что я выше сказала, очень часто, да в 90% не соблюдается. Что должен знать врач перед тем, как назначает вам это лекарство? Если вдруг вы узнали, что вам назначил врач Алпразолам, то даже, может быть, врачу неизвестно то, что на самом деле происходит с вами. Вы, пациент, кому назначен этот препарат, должны сами сказать, рассказать о себе. Значит, что вы должны сказать вашему лечащему врачу? Во-первых, вы должны поделиться с вами, с врачом, если у вас глаукома. Если вы кормите грудью ребёнка. Если вы принимаете кларитромицин. Это антибиотик. Если вы принимаете и траконозол, и кетоконозол. Это противогрибковые средства. Есть и другие несовместимые препараты с Алпразоламом. То вы должны просто сказать врачу, пожалуйста, уделите внимание, обратите внимание на то, что я принимаю то-то и то-то. Можно ли это совмещать с препаратом Алпразолам? То есть, врач должен знать, что вы принимаете. Даже если вы принимаете безрецептурные препараты, врач это должен знать. Даже если вы принимаете биологически активные добавки, то есть, это будут, в частности, БАДы, минералы, микроэлементы, какие-то травы. То есть, врач должен знать. И врач должен знать ваши сопутствующие заболевания обязательно. Он должен знать о ваших проблемах со здоровьем. Если вам все-таки назначили Алпразолам, что вы должны еще знать? Когда вы идете в аптеку, вы можете попросить, чтобы вам фармацевт, провизор, первостольник, работник аптеки объяснил, как вам врач назначил прием, как правильно его принимать. Также, если вы ходите на уколы к медсестре, вы тоже должны сказать, что вам назначен Алпразолам. В аптеке, если вы покупаете какие-то еще препараты, вы тоже должны сказать, что вот вы, допустим, простывшие, и вот вы принимаете вот эти, или вот вам назначили еще это, и вы принимаете Алпразолам. Тут уже я повторяюсь о том, что говорю об антибиотиках, особенно кларитромицин. Значит, также вы должны сообщить обязательно вашему стоматологу, если вы принимаете этот препарат. Вот, далее. Имейте в виду, что из-за привыкания, иногда даже очень быстрого, в течение недели, доза, назначенная врачом, вам может не помогать. И в этом случае вы сами не должны ее увеличивать или же отменять. Вы должны об этом сказать вашему врачу. Тем, кто применяет Алпразолам, нельзя водить транспорт даже на следующий день. Вот, например, сегодня вы принимали, а завтра вам нельзя садиться за руль. И есть мнение многих специалистов, что те, кто водители общественного транспорта, вообще не имеют права принимать этот препарат. А если они его принимают даже изредка в некоторых случаях, они не должны водить общественный транспорт. К сожалению, вы. Если вы принимаете, было все хорошо, и вдруг у вас возникла крапивница, какая-то сыть на теле, то это симптом аллергии. Также может быть какие-то волтери, тяжелое дыхание. Вы быстро должны сообщить врачу, который назначил вам этот препарат. Он вам скажет ваши дальнейшие действия. Противопоказания. Причем нельзя использовать препарат. Нельзя с опиоидами. Это кодеин, оксинодон, морфин. А они очень часто, вот эти препараты, что я вам перечислила, могут входить в обезболивающие препараты. Также, в частности, в препараты для лечения кашля. И вот тут вот нельзя их вместе одновременно использовать. Также, начинаете принимать, и у вас появляется затрудненное дыхание, чрезмерная сонливость. Или же у вас в семье кто-то принимает этот препарат, и вы заметили, что он очень плохо просыпается. Тогда вы должны, опять же, обращаться к врачу и обратить внимание на это. Нельзя ни в коем случае с алкоголем этот препарат и с наркотиками. Тут может быть все, что хотите. Передозировка и вплоть до смерти. Также, если вы принимаете этот препарат и начинаете курить или бросаете курить, вы тоже должны советоваться с вашим врачом, который назначил вам это лекарственное средство. Также, беременным нельзя. Большой вред для плода. Если вы вдруг принимали этот препарат и не знали, что вы забеременели, и вдруг беременность, то вы должны, опять же, обратиться к вашему лечащему врачу и сказать о том, что вот у вас возникла беременность во время приема этого препарата. Что делать? Это очень небезвредный препарат. Особенности этого препарата. У него это очень сильнодействующий препарат и возможен синдром отмены. Чтобы легко отменить этот препарат, вы должны постепенно уменьшать дозировочку. Как это делать, вам расскажет ваш лечащий врач или фармацевт в аптеке. Но резко прекратить принимать этот препарат нельзя. Препарат тяжелый. Иногда у человека, который его принимают, могут быть заметные для окружающих, а иногда и для самого человека, перепады в настроении. Могут даже возникнуть суицидальные мысли, а иногда и действия. Могут быть судороги и проблемы с дыханием. Я уже выше говорила. Вы обо всем об этом должны обязательно сообщать вашему лечащему врачу. Самим делать выводы, что-то менять, повышать, отменять. Не имеете права. Препарат очень серьезный. Далее. Что может еще быть? Если вы заметили, что у вас проблемы с памятью, с обучением, с концентрацией внимания, если у вас возник звон в ушах, а не менее в конечностях, вы должны об этом, обо всем поставить в известность вашего лечащего врача. Ни в коем случае нельзя использовать этот препарат и кушать грейпфрут или же пить его сок. Плюс, если вы человек в возрасте 65 и выше, очень осторожно принимается этот препарат, потому что и так у него много побочных эффектов. В этом возрасте побочные эффекты могут удваиваться и быть обязательно. Поэтому очень осторожно, 65 плюс прием. Смотрите. У нас очень жарко. Пьем холодную водичку, потом кашляем. Но это была рекламная пауза. Значит, все уже, кто сейчас прослушали немножко то, что я рассказала, поняли, что препарат очень серьезный, побочных эффектов много. И они не шуточные, и они есть. Обязательно читайте инструкции, которые находятся в коробочках. Без прием, без чтения инструкции я бы запретила любой прием препарата, потому что это нужно знать, это ваше здоровье. И что-то пойдет не так, его не заменишь, деталь не поменяешь на машине, поэтому инструкции обязательно читать. Вам его все-таки назначили. Вы знаете, что он вам необходим. Что делать? Потому что многие, я просмотрел это видео, прослушав его, скажут, да зачем он мне нужен, не буду я его принимать, и все тут. Но, если вам врач его назначил, вы можете уточнить, переспросить. Никто с вас за это деньги не возьмет. Но, если вам его назначили, и врач убедил вас, что вам необходим какое-то время прием этого препарата, тогда вы строго, во-первых, прочли инструкцию, строго соблюдаете назначение врача. Точно делаете так, как назначил вам ваш лечащий врач, ваш доктор. Иногда, в первое время, пациенты приходят в аптеку, говорят, вот мне его назначили, а у меня тошнота, что мне делать? Я не буду его принимать неправильно, применять его надо. Вы тогда можете принять его после еды. Отменять не надо, со временем все у вас пройдет. Таблеточка запивается целиком с водой, в той дозе, которой назначил врач. То есть, здесь это 0,25 таблетки, ее нежелательно ломать. Многие люди идут и говорят, дайте мне на 1 мг, я буду так его пить, и буду ломать. Неправильно. В рецепте обычно указывают нужную дозу, и вот фармацент вам должен дать точно то, что вам выписал в рецепте врач. И его измельчать, жевать, запивать водой, разводить его нельзя. Таблетка запивается целиком, чистой водичкой, не ломается, не разжевывается, не рассасывается. Бывают разные формы выпуска. Он может быть в жидкости. Тогда используйте строго по инструкции, строго, как назначил вам врач. Иногда его могут назначить и не курсом, а по мере необходимости. То есть, например, у вас тревожное состояние или бессонница, выпейте такую дозировочку однократно. То есть, строго по инструкции. И еще, если вам от этого препарата хорошо, он вам помог, и вы чувствуете себя замечательно, то нельзя этот препарат советовать вашим близким и знакомым. Потому что у нас очень часто возникают проблемы. Приходят люди и просят, дайте мне Алпразалам, я не могу спать. Или дайте мне Алпразалам, там случилась беда какая-то, похорон, кому-то необходимо дать. Когда мы говорим, что извините, нет. Этот препарат строго рецептурный, он учетный, он по рецепту врача. Иногда тут у нас и крики устраивают в аптеке, не хотят слушать. Препарат этот непростой, препарат сложный. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, учтите информацию, которую я для вас приготовила, с которой я поделилась. Это все наблюдение и изучение того, что мы видим для вашего благополучия и хорошего здоровья. Если вам была полезна эта информация, если вы знаете людей, кто принимает этот препарат, то делитесь этим видео, говорите, что препарат серьезный, длительно принимать нельзя, дает привыкание, и люди могут стать реально зависимы от этого лекарства. А с вами была Елена, ваш домашний лекарь-лекарь. Продолжение следует...